Мне кажется, что здесь для туризма очень-очень... Саид, расскажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя это оформлено как индивидуальный предприниматель, и у вас еще есть свои поля. Да, у нас поля есть. Что делаете на полях, что выращиваете? Иногда сено, вот уже третий год мы сеем, как сказать, пшеницу, ну, злаковую, ячмень, овес, потому что у нас еще полотина есть на ГТС, рыбоводством занимаемся чуть-чуть. ГТС, гидротехническое сооружение. Ну да, ну так говорят, полотина там, водоем, короче. Сколько он по площади водоем? Ну так, зеркало, 7 гектаров. 7 гектаров, да? Да. И что там делаете? Ну там рыбу разводим, карпы, толстолобики. Попробовали форель пустить, но пока еще форель не видели. Попробовали серлядку, в прошлом году кило 200 и 1 поймали, но пока тоже больше не ловили. В основном толстолобик, амур и карп. Карп, да. А подскажи, пожалуйста, полята, значит, зерновые, зачем выращиваешь, кормить рыбу? И рыбу кормить, и продавать. И для себя все равно, хоть и круг искательный не держим, но кур, гусей, уток сдержим. В этом году, конечно, жена у меня зимой чуть-чуть болела, поэтому только курица в этом году. А так то и покупали, выращивали и гусей, и уток. Я вижу, что водоем у нас находится в некой низинке. Это был запружен овраг, получается, да? Да, запруженный овраг. Отец мечтал, мы вот решили ему подарок сделать, у нас получилось все. Как и говорят, русский, в нужный момент, в нужное время. Так мы попали, и нам чуть-чуть вот это наше министерство помогло. Помогло чем? Помогло, ну, как сказать, не грант, а денежные. И тоже денежные. Они нам построили плотину. Ага. Ну, как по программе, например, мы заплатили там за документы, за это где-то, наверное, миллион от нас ушло. И они где-то, наверное, миллионов пять, они вложились. На плотину, да? Да, да, да. А подскажи, пожалуйста, значит, возвращаясь к тому, что запружено в низине, сверху поля ваши. Чем обрабатываем поля? Ну, я не знаю. Я же эти поля не обрабатываю, это не мои поля. Нет, а сверху-то твои же поля? Нет. У меня поле напротив, снизу наоборот. А, снизу, да? Да, да. Как находите общий язык с фермерами или чьи там поля, чтобы там не обрабатывали? Это же все течет вниз? Ну, как же, они все равно обработают, но желательно мы обработали более, как сказать, безопасными пестицидами. Третий, четвертый класс? Третий, четвертый класс, раньше мы общий язык находили, сейчас август. Ну, пока, пока вроде нормально. Пока нормально, да? Да, потому что в этом году тоже осы везде, обычно, когда уж вот этими химикатами первого класса опасности обрабатывая, они тоже исчезают, потому что они же хищники, они едят тлей там всяких, мух, например, и также могут вот эти гусениц покушать. Ну, они сами-то сладкие едят, например, мед там, а вот дети, они кормят с этим, как сказать, плодью. Друзья мои, мы находимся в третьей столице Татарстана, туристической столице Татарстана, после Болгара, Свиярска и в Титюшах мы находимся здесь недалеко. Так, вот так вот, наверное, сделаю. Мне кажется, что здесь для туризма очень-очень... Блин! И все-таки нас атакуют пчелы, несмотря на это, я настаиваю, несмотря на злых пчел, я настаиваю, что здесь очень интересно может быть агротуризм и апитерапия. Вот расскажи, пожалуйста, я знаю, что люди прямо домики строят, на которых можно ночевать, а снизу пчелы жужжат. Ну да, апитерапия называется, так и есть, он на ульях еще его называет. Мы покажем. У тебя есть, да? Дома есть, да, просто она еще не заселенная, и мы поедем к другу, а мы в Ализычу, у него, да, у него посмотрим, апитерапия наглядный, посмотрим. Полежим? Полежим, полечимся. Полечимся, да. Да, после вчерашнего. Да. Он нас ждет в обед, конечно, и успеем. Успеем сейчас, да, будем двигаться. Вообще, на самом деле, опять же, вернусь к туризму. Мне кажется, у тебя вот здесь вот такое классное место, куда нужно людям приезжать и показывать людям, как можно находиться в гармонии с природой, как можно здесь жить. Обалденное место. И мне кажется, это вот такой современный способ зарабатывания денег на туризме. Надо это развивать, потому что, ну, классно, у тебя же вот эти колоды стоят, опять же, красивые. Да. И много у тебя всего, когда туризм будет здесь? Или не будет? Будет, не тут, а в другом месте сделаем. Будет. Ага, будет, да? Будет. К меду возвращаемся. Куда продаем мед? Ну, в основном мед уходит друзьям. По своим, да? Да, товарищам. И, ну, постоянные клиенты покупают у нас этот мед не по банкам. Иногда вот у меня есть друзья, они покупают по 4, по 5 куботенеры вот так. Вот в прошлом году, да, после ковида слабовато было. Видать, денег не было у людей после этих вот безденежных периодов. Кто брал 3 емкости, например, брал только емкость. Кто брал 5 банок, брал одну-две банки. Но в этом году, я думаю, уж по-другому будет. То есть народ будет больше покупать? Ну, наверное, мы так думаем, потому что натуральный продукт. Просто вот иногда смотришь, заходишь в магазин, да, тоже интересно. Люди покупают за 400-500 рублей шоколадный конфет, который сделали, как сказано, уже из пальмового масла. Масло, да, с глицидивом, эфиром, который она уже ядовитна. А мед, говорят, дорого. Как может быть натуральный продукт дорого? Вот это я не пойму, конечно. Ну, да, есть такая проблема, что люди не понимают. Может быть, не нравится, у нас же меда-то разные пробовать. У тебя липа-разнотравья здесь в основном, да? Да, вот первые липы берем, потом уже разнотравья будет, ну, перемешается. Нет, это... Я уже тут боюсь. Вот, а мне очень понравился гречишный мед. Для этого надо кочевать, чтобы, да? Ну, да, для этого надо кочевать, или уж фермерам договориться. Кому поставить? Фермеры есть, да, у нас сейчас, конечно, уже инвесторы, не фермеры. С ними трудновато договариваться. Или кочевать надо, да? По-другому никак. Не успеваешь кочевать? Нет, не успеваем. У нас еще земля, но, конечно, землей занимается брат мой. Сколько земли-то всего? Вот я еще не сказал, у нас три брата, мы держимся вместе. Один я бы этого не сделал, и брат бы один не сделал, а так уж у каждого распределен. Вот я, например, на пасеке, тут еще дети сейчас, как сказать, не то что помогают, они уж, можно сказать, собственники. Есть же еще озеро, плотин, там рыбалку надо... Этим тоже ты занимаешься? Ну, там совместно брат Роберт и я. Ну, еще есть младший брат у нас, Динар. Ну, он как-то тоже с нами был, потом ушел на сельсовет, короче, представителям сельсовета его поставили. Ну, а если говорить о братьях, говоришь все совместно? Все совместно у нас, да. Ругаемся с братьями-то? Ну, бывает, как обычно, когда, допустим, медоухие. После медоухие-то ладно, когда деньги делим? Да нет, мы не делим почти что. Не делим, да. Кому надо, тот берет, ну, не нагреем, конечно же. Ну, в основном у нас идет все на развитие. На развитие, да? Деньги, да. Ну, тут конкретно вот так нету, чтобы что-то делили вот эти деньги. Есть они, есть хорошо. Нет, так еще лучше. Нет, на самом деле это очень-очень важно, когда есть родственники, близкие родственники, которые помогают и которые вместе в этом бизнесе. Потому что спина всегда прикрыта, когда есть что-то, да? То есть подстраховать и так далее. Да, и поддержка, и то ли не только вот так, но морально тоже поддержка. Иногда бывает так, думаю, ну, иногда, ну, как сказать, не всегда же успешно бывает, и это ошибочные хлады. И мне брат говорит, да ладно, а вы, говорит, что? А вы, это? А вы, это у нас как, да, к старшему, брат, брат, получается, брат. Ладно, говорит, брат, что, говорит, голова-то цела, остальные, говорит, будет, нет, так что лучше, говорит, ну. Как я услышал очень классную поговорку, спасибо, господи, что взял деньгами, да, а не там нездоровьем, вот. Да, ну, деньги, как, деньги, они никогда же, это, как сказать, не хватает. Много будет денег, она все равно не будет хватать, мало денег, она все равно не хватает. А дружба и здоровье, это самое ценное, наверное. Да, 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 да. И братское плечо. Ну, а братья помогают по пасеке или сам справляешься? Ну, тут же, тут еще дети у меня, у нас, у брата сын, он мне племянник, получается, у него пасека чуть-чуть внизу, и мой сын и повыше, ну, в одном месте, в стационаре. Угу. Ну, они хотели, конечно, заняться матководством. Выводить маток, да? И пакет, ну, тоже не успевает, у нас же еще овощинный цех есть, там еще успеть надо. И как раз сезон все вместе вот так. Мы должны сегодня посмотреть производство овощины. Да, посмотрим. Обязательно, потому что вчера мы об этом поговорили, надо посмотреть обязательно. Скажи, пожалуйста, а вот овощину для себя или куда-то на продажу это идет? Ну, в основном мы, когда вот начали, друзьям и для себя решили вот так уж, когда начинали, не думали, что это конкретно вот так будет. А потом что-то друзья начали своим друзьям предлагать, ну и... Спрос есть? Да, спрос есть. А ульи, рамки сами делаете или покупаете? Рамки и ульи делали сами. Ну, сейчас тоже, вон, ребята начали делать, они купили формы для ППУ и ППС, ну, для себя уж, не на продажу. Что такое форма ППС? Ну, форма ППС, это, как сказать, ну, это форма, туда заливаешь, получается, она высыхает. А, полиэстерол, да, вот эти самые? Да, пенополиэстерол. Сами льют, получается, эти самые? Да, сами льют, да. Ага. Вот начали второй год, в этом году опять, они хотели летом, говорю, не спейте, они же не слушают, пока молодежь. Ну, будут на следующий год, наверное, зимой делать, не спеют. Какие ульи-то лучше? Все-таки деревянные, как были раньше, или вот эти вот пенопластовые, скажем так, их полиэстероловые? Ну, мне нравятся деревянные, ну, как сказать, цивилизация идет вперед, и хочется быстрее и легче. И легче. Да, и поэтому тихонько, и сейчас дерево очень дорого ведь, сейчас вот в этом году, наверное, еще два раза подорожал. Да, сейчас скуп вообще каких-то денег космических стоит. Да, у нас вон склад один недоделанный был, мы хотели купить, как сказать, уже брусь, почти что больше трех тысяч стоит один брусь, 15 на 20. Ну, пришлось идти, у нас еще пилорам же есть своя же. Ну, это большое хозяйство, это есть. Ну, все есть. Все есть в кулацком хозяйстве. Ну, как сказать, в деревне народа нет, рабочих денег не хватает, все же не успеваешь. Для себя, да, можно уж, когда вот есть время, мы делаем, для себя пропускаем. Ну, пришлось вон в лес съездить, договориться, привезти, и это, как сказать, кругляк, и пропустили. А я еще знаю, что ты, как это, инспектор, что ли, по пчеловодству называется, как это правильно? Ну, да, три года назад меня ребят попросили на собрание и поставили пчеловодство, инспектор по пчеловодству и рыбоводству, так скажем. А в чем эта работа заключается, инспектора, что делаешь? Ну, как вот, когда потравы были в этом году, мы комиссию создавали, ездили, проверяли. Артур мне помогал, он, у него в прошлом году был такой сложный период, тоже отравление пчеловодства. Ну, бывает, нет, нет, так бывает, что делать. Ну, то есть это такая общественная работа получается, да? Общественная работа получается, да. И приехали комиссию, создали, надо же куда-то в государственные органы сдавать на анализы, то есть от чего выяснить-то? Вот это самое трудное, как мы выяснили. У нас вроде все, комиссия вот эта все опроба и сняла, документы подготовили. Ну, получается, у нас многие лаборатории неаккредитованные, и у многих вовремя не бывает там реактив, что ли, как они называются, не вовремя не могут сделать. И люди, пчеловоды ищут аккредитованную лабораторию, а вот это неаккредитованное, оказывается, они не проходят в суде. Я не знаю точно, что до суда у нас не дошло, они не хотели, у них отравление, у наших вот пчеловодов было не так сильно, так средненько, так скажем. Не знаю, что будет осенью. Ну, до этого не дошло, они уже отказались, мы, говорит, не будем. В суд подавать, да? Да, потому что они там начали искать, что-то вроде бы, что-то им не понравилось в лаборатории. А вообще, если возвращаться к вопросу с аграриями, как договариваться-то, как убедить земледельцев, чтобы они не использовали или использовали ядохимикаты другого класса, как договариваться? Ой, не знаю, очень трудный вопрос. Давайте это слово дадим мы Артуру, он у нас тут в гости приехал. Давай, да, Артур, как преподаватель физкультуры и историк начал пчелами заниматься? Ну, это все уходит, естественно, в традиции. У меня дед был пчеловодом, я рос на пасеке всю жизнь, приятные воспоминания, он нас возил на Волгу, на пасеку, мы все лето там росли. В принципе, после деда, вот, я начал заниматься пчеловодством, перенял у него пасеку, 30 семей, сейчас я довел до 70 семей. То есть, этот дом я восстанавливаю, то есть, в нем выросла моя мама, дом с 60-го года постройки, ну, все, строим, строим, строим. Это в Тетюшах или где-то? Тетюшский район недалеко от Тетюш, село Кашка, то есть, такая вот жемчужина, находящаяся в лесу. То есть, у нас стационарные пасеки, и мы всегда качаем мед с липы, то есть, с липовый лес. Мы говорили с Саидом по поводу, как договариваться с аграриями. Саид сказал, Артур знает. Дело в том, что сейчас у нас по законодательству фермер должен оповестись заблаговременно, не менее чем за трое суток, пчеловода о предстоящей обработке ядохимикатами. Но он может обрабатывать любым ядом, химикатом, который входит в государственный реестр. То есть, есть первый класс опасности, второй, третий, четвертый класс опасности для пчел. Есть долгого действия, системные, перитроиды. Допустим, если пчеловод предупреждал своевременно, он закрыл на время обработки пчел, но действие препарата 20 дней. У нас сейчас установлено это на рапсовых полях. Если, допустим, в некоторых странах в Европе рапсы не выращивают, потому что это экологически вредно, то есть, это нужно постоянно обрабатывать, то есть, запретили. У нас, наоборот, то есть, экспансия в Европу выращивают уже в России. Рапс, это очень дорого. В Украине, в России, да. Да, это, ну, у нас земель же много, земельных ресурсов тоже, они бесконечные, наверное. А так, это на законодательном уровне только запретить высоко токсичные препараты для пчел. Все, дальше я вот выхода не вижу. Потому что эти потравы, они будут продолжаться. Ты закрывай, не закрывай. То есть, добросовестный фермер, он может по своему усмотрению, понимая обстановку, ситуацию, то, что он может отравить пчел, он может менее опасно для пчел препарата применить. Ну и работает ночью. Есть такие, да. То есть, рапсовые поля некоторые фермеры высаживают, и пчел не травятся. Прямо чуть-чуть в поле пчелы стоят и есть. А есть предприятия, которые закупают дешевые, допустим, препараты и каждый год втравят пчел. То есть, все на совести фермеров, наверное. То есть, как они захотят. Как договариваться-то? Как? Договариваться-то здесь, говорю, только государство может запретить высокотоксичные для пчел препараты. То есть, это государственного уровня, да? Да. Ну, и фермер, если он понимает проблему, есть такие, говорю же, они просто переходят на менее опасные для пчел. Ну, им выгодно дешевым препаратам обрабатывать. Мы несколько раз обсуждали, как выйти из этого выхода. Есть вот такая разработка, я не знаю, мы общались с пчеловодами. То есть, государство выделяет субсидии тем фермерам, которые используют экологически чистые препараты. То есть, менее токсичные, да? Да, то есть, это стимуляции денежные. Или государство выделяет препараты экологически чистые, чтобы стимулировать фермеров, переход к экологии. Потому что, на самом деле, экономические проблемы в цивилизованных странах уже там думают о экологии. А к нам пока это почему-то не дошло. Это же сельское хозяйство, получается, это отравление диких пчел-медоносов, там, и шмели и так далее. Мышей, ежей. Мышей, ежей, червей. То есть, нарушение экосистемы, все это сливается в реки, в Волгу. И в конечном итоге людей. Кушают вот эти всякие продукты высокотоксичные, может. То есть, что-то надо с этим делать. Бесследно ничего не пропадает, вот эти яды. Они же все на земле остаются, они же накапливаются. Если даже они распадаются, они же полностью не распадаются, это все равно химические какие-то продукты. И в воду, и в воду. Это раковые заболевания, это тот же ковид, он тоже у нас проста, наверное. Ну, конечно же, это... То есть, это и ослабление иммунитета человека. Вот кушают продукты, иммунитет ослабляется, и возникнут новые заболевания. Да, собираются токсины, и это уже, конечно, влияет на иммунную систему. И пчелу тоже так же. Например, даже если она может летом не умереть, вот и пчела, она может осенью умереть. Потому что у нее сокращается жизнь, не как сказать, уже это... Ну, это называется химический токсикоз. То есть, пчела, если у тебя при отравлении она сразу не умерла, у нее ослабляется иммунитет, нарушается цикл развития. И иммунитет слабый, она уже подвержена таким заболеваниям, как воротоз, акропидоз. И вот осенние коллапсы в последнее время у нас участились. Вот в этом году в Татарстане была проблема пасеки по 50%, допустим. Пчелосемей исчезла, то есть пчела исчезает, на самом деле. Это сильнее организм еще, это все токсикоз, да? Ну, пчела это такой природный индикатор экологичности, получается. Она реагирует на изменения и в климате, и в экологии. То есть, если пчелы гибнут, если они исчезают, это уже, на самом деле, большая проблема. Так, да, проблема большая. Значит, мы пришли к тому, что это государство должно заниматься, как минимум давать денег фермерам, да? Чтобы они стимулировали, да? Чтобы переходили на менее опасные. То есть, я просто пытаюсь понять. Ну, аграрии же, ну, ты сам, у тебя свои поля, да, Саид, да? Ну, да, наши поля. Понимаешь, вот тебе приходят и говорят, вот, не надо таким пестицидами работать. А ты, как фермер, знаешь, что тебе выгоднее. Как, как решать-то вот? Ну, мы вообще не опрыскивали уже, который год. Ну, наверное, если на следующий год. Вот, да, ты... Да, просто глубокая спашка и, как сказать, тоже всегооборот. Вот это помогает. Ну, это, конечно, дорого обходится, дорого. Дорого обходится и снижение урожайности же, это самое. Снижение урожайности, да, тоже есть. Ну, у нас же поля для себя. Мы же не гоняемся за прибылью, поэтому уж стараемся не травить. Сколько гектаров всего? Да у нас, так, 40-20, где-то 100 гектаров, наверное. Около 100 гектаров, да? Да, это посевных. Может, даже больше чуть-чуть, ну, так вот, в пределах. Вот так вот, друзья мои. Значит, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу того, как аграриям и пчеловодам найти общий язык? Что нужно сделать для того, чтобы и овцы целы, да, или как там... И волки сыты, и овцы целы. Как выйти из этой ситуации? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а мы сейчас вам еще покажем немножечко пчел и потом к вощине перейдем. У меня вопрос дополнительно, может, включите, может, нет. Вопрос обывателя. Вышки сотового связи, вообще сотового связи, влияет на пчелки? 5G. 5G может влиять, но пока вот, как я вижу, вот сейчас мы поедем. Здесь сотовой связи нету, здесь не влияет. Подождите, мы поедем потом к Ахмагу Гизычу, у него прямо сзади стоит сотовая вышка. Он сотовый оператор, белая, вроде, у него там стоит вышка. Спросим у него, как влияет. Он лучше, наверное, знает. Мое мнение. По вашему мнению. То есть, получается, пчела, она реагирует на магнитные поля, на различные излучения. То есть, она видит то, что мы не видим, она реагирует на то, на что мы не реагируем. То есть, на частоты различные, то есть, это уже доказано. И сотовая связь может ориентацию пчел менять. То есть, пчела улетела, а ориентир сбился, она не может перейти в улей. То есть, эти осенние коллапсы и так далее. Пчелы, есть версия то, что пчела вылетает, и она уже дорогу по каким-то причинам не может найти домой. То есть, это... Но полностью таких больших глобальных исследований, наверное, не проводили еще. Нет, наверное. Только так наблюдения какие-то ваши, да? Она, вишню, всегда может и не быть. А вот, например, тот же токсикоз, вот это все, например, факторы могут вместе, да? Да, может тогда, действительно, она может влиять. А потому что это никто не проверял, тем более в нашей стране это... Ну, пчелы, они вот миллионы лет, да, с возникновения земли там живут. Они же жили в гармонии с природой, не было вот этих всяких сотовых связей. Ладно, там природное излучение-то одно. То есть, это понятно, потому что они вряд ли приспособятся вот к этим изменениям. Нет такой адаптации у них. Друзья мои, а к проблеме генномодифицированных организмов, как относятся пчеловоды? ГМО хорошо это или плохо? Ну, в любом случае, это вмешательство человека в естественный природный цикл. Это как и клонирование и так далее. То есть, это в любом случае отражается на организме. Допустим, существуют медоносы, да, которые опыляют пчелы. И здесь вывели сорт, допустим, гречихи, которые уже пчелы, они даже и не нужны для опыления. И вот некоторые фермеры говорят, вот скоро, допустим, все растения, сельскохозяйственно перейдут на самоопыление, вот тогда вот вы... Попляшки, да. Ну, такого не будет, но... Потому что это природа. Все равно, всегда так было, природа все равно возвращается на свое, обратно. Если это испортит, может быть, вообще ничего не останется у нас. Потому что не просто так же во время СССР даже собирали все семена и консервировали, да. Банк. Да, здесь же не просто так. Они же понимали, что это когда-то они могут испортить вот этот, как сказать, сорт. Да, она может просто аннулироваться. У него, может, гены там разрушаться начнут. И ГМУ, тем более, это... Мы последствий ничего не знаем, потому что тоже не следовало ничего. Ну, вот я удивился, вот я читал, что Великобритании, там, на территории Великобритании, там запрещено выращивать сельскохозяйство и культуру ГМУ. Вот страна же пришла, но это отдельно, конечно, островное государство, там прочих сельскохозяйствах. Да вроде Кыргызстан тоже отказался же. Кыргызстан? Да, или я ошибаюсь. И, возможно, в ближайшем будущем, может, даже Татарстан откажется. Да вряд ли. Саид, рассказывай, что за пилорама какого года? Это пилорама 58-го года. Мы это купили, старый пилорам у колхоза по цене металлолома. Нам тогда еще этот пилорам долго не хотели отдавать. И почему не отдавали? Говорят, вы возьмете и сделаете, а потом народ будет... У вас покупает, да? Народ будет нас ругать. Почему? Как колхозе пилорам не работает, а у них какой-то... А-а-а! То есть вы отремонтируете? Понятно. Старые пилорамы, они как-то сделаны... Мы хотели вот это... Это чугунино ведь все, наверное, да? Да, поменять, думали, тяжело будет. Оказывается, в старину они лучше думали. И делали так, что она вообще легкие, когда вот работаешь, регулируют вот это все. А вот это переделали уж там. Стоял раньше какой-то муфтный такой, ну, как сказать, как шкив. Мы вот эту машину поставили. Она просто идет вот как толкает. Это от газона вроде бы. Венис, не Венис, а Венис называется, не помню сейчас. Ну, который стартер крутит. Да, да, да. Вот примерно так. Все, тут все, больше изменений нет. Ну, вот тут уже, это пришлось там тоже похимичить. Как она называется, механизм вывода опилки. Тут уже мы химичили-химичили, у нас вот такое творение получилось. Честно говоря, я плохо понимаю, что тут такое. Там отдельно мотор стоит, но у нас это же от трактора. У нас не электрический, а... От ВОМа, да? От ВОМа, да. Вон там трактор ставим, ВОМа все идет. И все мы сделали так, чтобы уже от того ВОМа все работал, весь механизм. Пришлось вон туда поставить ленту, но смастерить. А тут уже это крутит вот эту ленту, вот это. А она что делает? Она крутит эту ленту, которую... А, с опилки, да? Опилку кидать вот на тот агрегат, этот механизм. А этот механизм тоже так же, она выводит уже опилку. То есть вот сюда, по этому конвейеру, да, опилка поднимается? Да, вот опилка поднимается и уже на улицу выводится. Понятно. А в этих пилорамок, ну, где электрического, не жалко было, там все стояло, как сказать, уже отдельные движки. На этом отдельный движок. На выгрузку опил, да? Понятно, понятно. Вы запитали все от одного. Да, от двума все. И вот у нас тут готовое бревно к подаче. Как мы решили его установить, как-то зимой 300 градусов мороз, мы поехали к соседней деревне на пилораму с телегой. У нас трактор солярка замерз. Мы там замучились, замучились, оставили трактор и уехали. На следующий день приехали, вроде теплее было, завели трактор. Уже пилорамщик там другой заказ, другого пилит. Нам пришлось обратно ввести эту телегу домой. И обратном пути у нас, ну, поскользнуло телега. И у нас бревна под дамбу ушли, да? Да, даже двоих вроде не забрали и сгнили там. Прямо же. Потом приезжаем домой, брат там, братишкой, Роберт. А это как-то выиграть, поставим пилораму. То есть намучились? Да. Да, и давай. Намучились. Да. Когда дом строили, ну, почти дом достроили же. Ага. Ну, еще много нужно было в досок, материал. Ну, когда своя пилорама есть, это хорошо. Вот у нас тут брус. Да, вот брус надо было. Мы пропустили, вот купили лес, заказали, пропустили. А лес-то где? Здесь, в Татарстане или откуда-то? Ну, я не знаю, откуда привезли, просто мы позвонили. Ребята адрес дали, позвонили, они нам привезли. Даже не интересовались, откуда они привезли. Понятно. Ну, в два раза дешевле получилось было. Ну, естественно, да, когда сам пилишь. Брус, еще доски выходят по бокам-то. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.